Привет всем! 8 августа 2018 года, время очередного каста. Вот какая тема у меня сегодня. Вы все сталкивались с девушками, женщинами в живом или виртуальном мире, которые пытаются все многообразие человеческой жизни и взаимодействия женщины и мужчины, в частности, все перевести в какой-то денежный эквивалент. В рубли или, в крайнем случае, в услуги, в товары, что-то в таком духе. В последнее время эта тема как-то особенно обострилась, уж не знаю, с чем это связано, может быть, с экономическим кризисом, очередным витком или еще с чем-то. На форумах и в ЖЖ масса персонажей с обострениями. И, собственно, одному конкретному персонажу, у которого даже ник настолько говорящий, что прямо указывает на соотношение материального обеспечения в браке между мужчиной и женщиной. Вот так завуалированно этому персонажу я и посвящаю данный каст. Я уже делал разбор, анализ ситуации, когда женщина пытается повесить ценник на домашние услуги, на уход за собственными детьми и так далее. Надо сказать, это не самая экстремальная форма того, что бывает. Сейчас появились более экстремальные формы. Я думаю, вы все видели калькуляции, когда девушка пытается посчитать, во что ей обходится присутствие на свидании и почему мужчина за это должен платить. Там с подсчетом стоимости фитнеса, косметики, брендовой одежды, лабутенов и что там еще, не знаю, должно быть. Ну, как обоснование, почему она заслуживает какой-то финансовой или материальной компенсации за сам факт своего присутствия на свидании. В принципе, это тоже не самый экстремальный вариант того, что бывает. Сейчас появились утверждения, что почти на грани того, что действительно девушка готова брать с вас деньги за то, что она утром почистила сама себе зубы. Встала и почистила. То есть она это делала не для себя, а для вас. И не просто делала, а это была услуга. Услуга, которая стоит денег и которая должна компенсироваться соответствующим образом. В принципе, любому человеку понятно, что тут что-то маниакальное есть, какая-то мания. Не всегда понятно, где конкретно грань проходит, но у человека явно что-то с головой, какое-то помутнение, рассудка. Он видит мир не как мир есть, а через призму ценников стоимости, веса в унциях, в каратах и так далее. В принципе, Виктор Пелевин простебался над этим достаточно. И в виде вытесняющего вау-импульса, и в виде девушек, которые стоят так дорого, что это почти похоже на любовь. Но по факту, действительно, мы подошли вплотную к порогу, где некоторые персонажи вполне серьезно заявляют, что то, что они называют любовью, то есть некое вменяемое доброжелательное отношение женщины к мужчине, тоже стоит денег. А материнские услуги стоят денег. Забота в любом виде, внимание и даже время, проведенное вместе, тоже стоит денег. И, естественно, оплата, подразумевается, должна быть женщине, не мужчине. Я уж молчу про готовку, уборку, это само собой разумеется. Даже просто разговор на тему «как дела?» некоторые готовы считать психологической поддержкой и оценивать это по тарифу психолога. Я не шучу, я на самом деле читал такие высказывания. Явление, в общем, стало довольно массовым, особенно там, где люди высказываются анонимно, имеют возможность поговорить анонимно. И раз оно массовое, значит, очевидно, должен быть какой-то архетип, который этому поведению соответствует. Меня заинтересовало, что это за архетип, что это за явление, с чем мы имеем дело, откуда у него ноги растут. Я думаю, что я докопался до корней, и мне по ассоциации в голову пришел миф о царе Мидосе. Кто не помнит или не знает, царь Мидос был такой знаменитый правитель, между прочим, сын Гордия, того самого, кто завязал Гордиев узел. Любопытный персонаж, но свихнувшийся на мании к богатству и золоту. Миф о золотом прикосновении, The Golden Touch, имеет несколько вариаций изложения, но все они крутятся вокруг одной и той же центральной идеи. Одна из вариаций мифа гласит, что Мидос напряженно молился богам, чтобы они даровали ему золотое прикосновение, то есть волшебную силу превращать в золото все, чего бы он ни касался. И в одном из вариантов мифа он просто умер, так и не дождавшись никакого ответа от богов. Умер в молитвах о золотом прикосновении. Другой вариант рассказывает, что ему даровали такую возможность, он попросил и ему дали, со смехом. Даровал это Дионис, и для Диониса, видимо, было очевидно, чем это быстро кончится, но для царя Мидоса нет. Сначала он очень обрадовался и начал превращать в золото все, что было вокруг, но ровно до того момента, как захотел поесть. И тут выяснилось, что в золото превращалось все, чего он касался, включая еду, постель, и среди прочего у него была любимая дочь, про жену, между прочим, не говорится ни слова. Так вот, пытаясь найти в ней утешение, он ее обнял и тоже превратил в золотую. Далее, в одной из вариаций мифа он умер от голода и жажды. Ну и, наверное, еще с моральными страданиями. В другой вариации он взмолился об избавлении, и ему было сказано омыться в реке. Река после этого стала с золотыми берегами, но он снова получил возможность нормально жить. Вот это маниакальное желание превратить все в золото, или повесить ценник, что, в общем, по сути, одно и то же, указывает на какое-то повреждение души. То есть, видно, что у человека нарушена логика, нарушена до буквально несовместимости с жизнью. То есть, для головы, для души, это травма, несовместимая с жизнью. Вроде бы рациональный и разумный человек, но ведет себя так, что сам себя подводит под уничтожение. Так вот, женщин, которые маниакально подвинуты на развешивание ценников, на детей, на любовь, на мужчин, на все. Я думаю, можно назвать их «женами царя Мидоса» или «гаремом царя Мидоса». Что интересно, такое явление, такое поражение души человека, видимо, было замечено давно, и оно фигурирует в сказках разных народов. Возьмите, например, «Золотую антилопу» и ее замечательную экранизацию советскую. Вроде бы разумный человек, правитель, то есть человек царского положения, не думая, выпаливает глупость, считая себя очень умным. «Глупое, — говорит животное, — золота не может быть слишком много». И волшебное животное ловит его на этой фразе, и это кончается смертью. То есть как раз вариант мифа с плохим концом, если сравнивать с Мидосом. А вот вариант с царевной лягушкой, Кощей бессмертный. Ну, Кощей даже Пушкиным изображен как чахнущий над златом. И, собственно, по нашим мифологиям он мертвый. То есть косвенно указывается, что это нормальное хобби для мертвеца. И он не только сам мертвец, но он не способен наслаждаться и любоваться живыми вещами, и он маниакально превращает их в драгоценности, в золото и камни. В таком виде, в мертвом, они ему нравятся гораздо больше. И, собственно, дальше по сюжету он превращает в золото саму Василису, что опять прямо отсылает к легенде о царе Мидосе. То есть алчный, зладолюбивый человек умертвляет вокруг себя все. Он, во-первых, сам себя умертвляет. Он мертв. По крайней мере, в смысле своей души. А во-вторых, он имеет тенденцию умертвлять все вокруг. Все, на что вешается ценник, все становится мертвым. На что указывают все эти сказки и мифы? Очевидно, что это распространенная болезнь для мужской стороны души, анимуса. Конкретно это болезнь архетипа короля или царя. Это мужской архетип. Трудно вспомнить сказку, где бы была какая-нибудь настолько же златолюбивая женщина. Женщины могут гнаться за властью, за какими-то там другими плюшками, но не за золотом обычно. То есть нам косвенно подсказывают, что это болезнь именно мужской стороны души. Во-вторых, если читать эти сказки и мифы психоаналитически, то есть что все герои, ключевые хотя бы герои, части одной личности, в них во всех фигурирует какая-нибудь не совсем развитая женская сторона. В случае царя Амидоса это дочь. Дочь прямо указывает на аниму. Аниму не созревшую до конца, слабую. В золотой антилопе это тоже женский персонаж, сама антилопа, которая какой-то странный такой, не человек, но вроде бы сверхживотная магическая. Если по греческим лекалам, то она отсылает нас к Артемиде, раз она антилопа. Василиса, по крайней мере в мультфильме, выглядит весьма зрелой, разве что какая-то странная у нее слабость в поведении перед зеркалом. То есть видно, что она человек, и ничто человеческое ей не чуждо. Но во всех этих трех сказках женский персонаж выступает источником жизненной силы, именно силы живой, которая двигает жизнь вообще, собственная такая манифестация жизни, в том числе с волшебными свойствами. Буквально то, что называется анима мунди, душа мира. И эта самая душа, женская ее составляющая, страдает от больной, поврежденной, пораженной, гипертрофированной мужской стороны. Странным образом, часто психологи советуют, ну и вообще говорят женщинам, что чтобы по-настоящему повзрослеть и стать зрелым человеком, нужно развить и принять в себе мужскую сторону души, анимус. Это одна из самых главных проблем для женщины в личном росте. Так вот, выясняется, что у многих женщин этот анимус не только есть, и он развит, а он гиперразвит, он имеет, так сказать, опухоль или абсцесс, то есть он имеет серьезное заболевание, и одновременно женская сторона души недоразвита. И это отражается на всем. На манере общения человека, на том, какой язык он использует, как он смотрит даже. Я думаю, вы все знаете о женщинах, о которых я говорю, с таким, с мужиковатыми манерами. Иногда у них просто мужиковатые манеры общения, именно не мужские, а мужиковатые, то есть грубые. Грубые даже для мужчины. А иногда у них и мужиковатые черты лица, и вообще в целом внешний вид. Я думаю, если вы вспомните властные фигуры сейчас в России, женского пола, наделенные там большими позициями, то вы поймете, что многие из них выглядят, ну, очень неженственно. Вполне возможно, что это как раз фигуры, пораженные вот таким же примерно недугом. У кого-то он выражается просто в пожеланиях, в текстах, на форумах, а у кого-то это повседневная жизнь. Любой психически здоровый человек должен уметь взвесить в голове предмет какой-нибудь или явление. Выиграет или проиграет от того, что он станет золотым, буквально в смысле этого слова. Огромное количество вещей в мире, которые категорически нельзя превращать в золото. В лучшем случае это принесет неудобство по жизни, а в худшем случае означает смерть. И дар золотого касания, золотого прикосновения, на самом деле не дар, а проклятие. Здоровый человек должен это понимать, что мужчина, что женщина. Ну а нам, как людям красной таблетки, нужно четче и ярче видеть признаки таких явлений в женщинах, да и в мужчинах тоже, и понимать, что если ты не хочешь превратиться в золотого истукана, то обниматься с такой женщиной нельзя. Ни в буквальном смысле этого слова, ни в переносном. И, к сожалению, легко такие люди не лечатся. Они лечатся через какие-то личные трагедии, трансформации. То есть ничего такого сказать или объяснить такому человеку нельзя. Почему он поражен такой болезнью? Ну, вариантов может быть много. Но исправить его вряд ли получится. Так что желаю вам не обниматься с людьми, которые обладают даром золотого касания. Пусть жены царя Мидоса останутся женами царя Мидоса. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok